В Новошахтинском технологическом техникуме многолюдно. Студенты из всех профессиональных учебных заведений города приехали на ярмарку вакансий. Здесь в основном выпускники, и у них есть прекрасная возможность узнать, какие специалисты востребованы в городе. Одной из главных задач, которая определена у нас и в стратегии социально-экономического развития города Новошахтинска, является все-таки обеспечение реального сектора экономики именно необходимыми специалистами, которые нужны. Сегодня на федеральном уровне, буквально в декабре прошлого года, утверждена долгосрочная программа содействия занятости молодежи. И одной из основных задач этой программы именно определено соответствие получаемого молодыми людьми образования квалификационным требованиям работодателей. Для решения данной задачи планируется совершенствование системы формирования и распределения контрольных цифр приема в образовательные учреждения, именно исходя из тех потребностей, которые сегодня существуют на рынке труда. Буквально недавно в Государственную Думу Российской Федерации уже внесен законопроект о целевом конкурсном обучении высших учебных заведениях. Сегодня у нас реализуется на федеральном уровне проект профессионалитет, который как раз таки направлен на комплексную перенастройку именно системы среднего профессионального образования. И главная цель этого проекта создание образовательно-производственных кластеров, в которых будет происходить как раз таки интеграция образовательного учреждения и организации реального сектора экономики. В Ростовской области в 2022 году планируется создание первого такого кластера железнодорожной отрасли на базе техникума Ростовского института путей сообщения. Таким образом, мы с вами видим, что изменения сегодня происходят на всех уровнях власти. И, конечно, они не пройдут стороной нашей горы. И главная задача, которую мы ставим сегодня при нашем мероприятии, это как раз направлено на решение основной проблемы, которую мы наблюдаем уже на протяжении последних нескольких лет. Это с тем, чтобы выпускники наших средних профессиональных образовательных учреждений оставались в городе и трудились на наших предприятиях. Представители предприятий рассказали о вакансиях на их производстве. Наша организация производит одежду для всей семьи. Мы крупная корпорация. У нас 15 филиалов по Ростовской области и 2 филиала в Кабардино-Балкарии. На нашем предприятии наши сотрудники работают на, скажем так, последнем инновационном оборудовании. Мы приглашаем к нам на работу и в швейный цех, и в раскроенный цех, и в цех подготовки. На текущий момент общая потребность по нашему предприятию около 70 человек. Из них 60 сотрудников мы готовы брать без опыта работы и обучать у нас на предприятии. То есть, естественно, основополагающая позиция на текущий момент – это рабочие на обработку рыбы, то есть сотрудник, который занимается разделкой. И, естественно, для этой позиции предусмотрена система наставничества, когда выделяется свой сотрудник опытный и постепенно с каждой последующей сменой обучает вас, и вы сможете выполнять полноценный план. Но также есть отдельные категории сотрудников, которые нам требуются сейчас, допустим, в инженерную службу в качестве слесарей, ремонтников, электромонтеров, которых мы готовы также взять без опыта работы, обучить. Что выбрать – офис или производство? Ну, мне кажется, самое ценное – это все-таки то, что ты видишь, то, что ты можешь пощупать, потрогать, попробовать на зуб поставить, положить. Это значит что-то материальное, что ты мог произвести. Это производство. Это первое. Второе. На производстве ты все видишь. Вот независимо, будет 10 человек, 1000 человек, 8000 человек. Это такая общая большая машина, где ты видишь каждого человека, где его все плюсы и минусы, как в отношении межличностных, так и в его профессиональных качествах. Также ты видишь весь бизнес-процесс каждого цеха, каждой смены и в общем. На сегодняшний момент на нашей площадке в городе Новошахтинске транспортная и складская логистика. На нашей площадке основное производство, у нас обслуживающее производство, у нас вспомогательное производство. Поэтому здесь большая зона того, что можно сделать, узнать, попробовать и пощупать, и уже определиться, твое это или не твое. У каждого студента была возможность более детально расспросить об условиях работы, карьерного роста, зарплаты и социальной защищенности напрямую представителей предприятия или получить буклет с информацией. Многие из них впервые узнали, что в Новошахтинске, например, существует крупное производство кормов для животных. Наше предприятие больше, наверное, для души, потому что мы кормим животных, которые греют нам душ и проживают вместе с нами. Мы кормим как мелких попугайчиков, так и экзотических. Мы давно на рынке, с 2003 года. Мы расширяемся. Два года назад мы открыли второе предприятие по собакам. Корм для собак и кошек. Нам, специалисты, требуются технологи, машинисты упаковочно-расфасовочного оборудования. Пожалуйста, у нас большая нехватка этих кадров, потому что на нашем, оказывается, городе выпускников не найти. Объявления мы даем по поиску вакансий, но почему-то откликов у нас не поступают. Подсобные рабочие, грузчики, потребностей мы в них не чувствуем. Их много. А вот специалистов, да, у нас действительно нехватка. Это у нас операторы фасовочно-упаковочного оборудования, дробильщики, потому что оборудования у нас много, оборудование у нас разное, как и собственного производства, то есть российского, так и американского и китайского. У нас идут вне оборудования с электро, а вот специалистов нет. Как оказалось, работы в городе много. Специалисты требуются во всех отраслях. Предприятия готовы брать работников без опыта работы и предоставить обучение. А что же студенты? Появилось ли желание работать в городе? Вот у нас есть «Глория Джинс», что даже туда говорят постоянно, нужны творческие люди, очень нужны. И вот очень интересно на самом деле там поработать. Мы работаем не только там, мы работаем еще в театрах. То есть это довольно-таки востребованная профессия. Но вот сейчас, на данный момент, меня очень заинтересовал цик шелкографии. Говорят, там очень творческая профессия, пусть она и трудоемкая. И вот очень хотелось бы... Да, уже спросили, вот дали брошюрку, очень заинтересовала. Они рассказали, что там даже конкурс на место, поэтому, скорее всего, в скором времени пойду на собеседование. Встреча с представителями производственной отрасли дала городской администрации возможность обсудить вопросы производственной практики для студентов, меры поощрения для мотивации прийти на работу. Остались же работать после практики студенты в гипермаркете «Лента». Если есть такая потребность в кадрах, помогайте трудоустраивать молодежь. Вон они какие, грамотные, коммуникабельные, готовые проявить себя в деле.